Владимир Колесник – поистине уникальная личность в белорусском литературоведении. Автор многочисленных произведений, поэт, педагог. Список можно продолжать бесконечно. Настолько это многогранная личность. В старом корпусе Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась республиканская научно-практическая конференция «Колесниковские отжитания», приуроченная к столетнему юбилею со дня рождения этого великого человека. Владимир Андреевич Колесник – и он был осветником. И он был не только литература-знавцем, а той, это был той человек, який нес людям освету с допомогой слова. Слово это было и мастацкое, и литература-знавшее, то есть навуковое слово. Ну, тому мы бачим, что, сапрады, Владимир Андреевич – это особо объеднувшее, и это человек адрадженской эпохи. И он минавито стал для нас в 90-е годы, в початку 80-х годов и в конце 80-х годов той особой, якая ускалыхнула духовность, внутренний свет человека, якая покликала этого человека до усведомления своих историй и ее литературы, литературы народа и слова. Слово мастацкое, слово белорусское, слово, которое обучает у людей жадание выучать и учить других. В очной и заочной форме участие в конференции приняли преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты факультета, учителя школ, ученые Республики Национальной Академии Наук. На мероприятии присутствовали и ученики Владимира Андреевича, которые с гордостью отозвались о своем наставнике. Для меня великая нагода и гонор быть ученицей Владимира Андреевича Колесника. И гэй ты человек лучший у нас, жить сумленно, працава сумленно, любить свою працу, автограф давал, мяновита только так с надписом, любить свою працу, дарожить детьми и там, где ты находишься. И мяновита первшним девизом у моей працы я керуюся его заповетом, его словами, любить детей, любить землю, служить айчыня. Сегодняшнее читание, как мне подается, это дани на памяти Владимиру Колеснику и к выкладчику, и к навыковцу, как человеку из великой литеры. Махчина те, кто сегодня у дейничают у конференции, не все ведали особиста Владимира Колесника, але та еспадчина, якую ён покинул, и она нас далучая до его великого слова. И он саправды повстае, як глубокий доследчик, праникливый крытык, и кому удалось сказать адметное слово у нашим новиковым литературы, знавчим без курса. Во всех программах по беларускай литературы для установ высшейшей эдукации обогасково присутничают позиции, книги, доследования ваших ознакомитых земляка. И так повинно быть, потому что это вельми важный компонент нашей филологичной эдукации и литературы знавчай в науке. Для того, чтобы рассказать студентам о творчестве Владимира Андреевича, все участники собрались в научно-просветительском центре университета, который был назван в честь этого великого автора. Студенты смогли посмотреть фильм об этом удивительном человеке, про размышлять о литературе, филологической науке и, конечно же, почтить память писателя. Это вельми значный человек. Мне кажется, что его уже 30 лет нет. Это для нас такой же наставник, такой же выкладчик, как и наши современные выкладчики. Это тот человек, которого нам за все дыставили в приклад. Владимир Колесник был очень интересной личностью. Он всегда находился в эпицентре всех литературных процессов. Каждая его работа выделялась высокой творческой культурой, а также глубиной исследовательской мысли, что заинтересовывало каждого неравнодушного читателя. И сейчас память об этом уникальном человеке навсегда жива в наших сердцах.